на портал где поступил вопрос все время забываю благодарить бога за помощь как быть не забывать понимаете мы так устроена что когда у нас что-то плохо вот мы тут бога обращаем когда все хорошо мы уже как-то будет бываем считаем что это может уже даже наша такая из прошлого анекдот когда там один бизнесмен который то срывается контракт и он говорит господи господи дай мне чтобы машину поставить припарковать где-то не могу припарковать контракт срывается тут машина отъезжает перед ним тут же все господи господи дай сам нашел вот вот так сказать к сожалению мы вот то что мы не благодарим это просто нас нету понятие что нам бог блага дает бог дает не мы сами все такие умные великие гениальные все сами все сделали а бог дал нам жизнь бог дал способности бог который мы вот что-то великое может делаем да и в конкретном случае кто же бог вот не захочет бог и вы расшибитесь в лепешку ничего не получится вот получалось много лет и раз и не получается что-то рухнуло прямо непонятно что были все все по-старому а что-то вот не идет не клеится чем дело а бог не с вами и он как-то может за вашу гордость возможно ли там еще что-то при за гордость у нас мерять начал начал смирять все вроде как по старому все делаю вот раньше работала часть не работает поэтому надо просто привычку иметь некую навык привычку правила бог благодарить за все хорошее проснулся слава бог проснулся пошел слава пошел так сказать там что-то сделал слава богу бог дал даже потому что повседневное но для нас это нам кажется что повседневное а сколько бог сделал вот на протяжении каких-то всей твоей жизни чтобы вот этот сегодняшний день у тебя сложился сколько он этих ну так говоря так почти скусилий затратил нам только узнаем когда помрем и вот всю нашу жизнь увидим так сказать уже по-настоящему как она была с непрерывным действием бога в каждый момент нашей времени бог никогда ни на на мгновение нас не оставляет и нас не забывает и все время нам помогает особенно когда скорбные моменты вот мы говорим что вот господин где же ты был вот у меня такая скорбь где ты был я же вот так страдал и все что не помогал да был он в этот момент сугубо с тобою почему ты страдал что бог захотел чтобы ты расстался грехом бог создал все условия жизнь правда так чтобы твой грех скрылся скрылся и конечно когда он это скрывается это как найти какая-то зловонная рана какой-то гнойник это все прорывается это неприятный запах и вид и все такое больно а если не скроется ты умрешь вот такой медицинский медицинский параллель ты умрешь вот он скрылся эти неприятные как же так как же господи так было все вроде хорошо вдруг гной больно неприятно некрасиво а это спасение спасение медицинской сфере чешской жизни а в духовном сфере спасение чешской души потом был с тобой он скрыл этот гнойник и надо быть богу за это благодарным и помочь богу чтобы он тебя вылечил а не тормозить своим каким-то таким знаете недовольством и где-то господи почему так все поэтому вот мне рассказывали недавно случай осветили машину и машина выехала сразу попала очень жестко дтп машина дребезги но и человек приходит батюшка но у меня съехали машину ее больше нет а батюшка ответил если не светил машину то и тебя тоже бы не было бы вот человеку самому это не доходит он всегда вот это материальные потери больше как-то ориентируется поэтому надо благодарить бога то что на самом деле надо благодарить нас за все потому что все что у нас есть хорошее это от бога чушать не благодарить внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео